Не знаю, короче, всё, забейте. Опа! Ничего себе, усач! Усач подъехал. Здорово! Слушайте, а этот пик мне нравится. Он прямиком из 2013-го. Что у нас спирит появился? Окей, тоже круто. Тем более, Саката на этом шторме прям хорош, я помню. Что он на нём прям развозит и завозит игры. Но вот этот парень мне нравится. Герокоптер на линии. Герокоптер это хороший прокастер под дизраптер будет. Поставил кольцо, туда кулдаун, туда флэкэнн, рокет барашт под подкопчик Никса. Клёво, клёво. Поглядим, что вообще этот герокоптер будет покупать. Может тоже Мом себе купит. Скажет нормально, поехали. Да, у нас, как я понимаю, много зрителей англоязычных, потому что наши коллеги почему-то решили это не комментировать. Вы понимаете, ребят? То есть англоязычные коллеги решили не комментировать китайские квалификации. Цените, цените. Ну я, конечно, не понимаю этого. Я проснулся, встал и пошёл, пошёл комментировать. Потому что нужно комментировать. О, ГГ, кайф. Тут-то по фасту. Узнаёте, да, свой паб? Нулевая минута, только закончился пик. И всё, ГГ. Погнали, next. Ну там, правда, раз 20 человек спамят ГГ. Ну ладно, это не так важно. Оп, пенёчки. Оп. Оп, немного не хватило, а 14 хп осталось. Спинячик ли не будет, жидок фаст прям за ним, но нет. Он вроде с ботинком, но быстрее совсем-совсем на чуть-чуть. Так, чуть ГГ у нас купил. Ну, в общем, закуп стандартный. Ничего необычного. Много веточек. Тангусиков. Нет, правда, фласки, но танга столько много, что никаких трудностей не будет. Да и тем более против Сэнд Кинга. Ну, в теории. Ну, хотя, знаете, Гирокоптер это не такой прям рейндж-герой. Всё-таки у него атака достаточно расстояние близкое. То есть, как у Луны, как у Гирокоптера, там надо подходить ближе, чем у того же Вайпера, у той же Лины, у того же Энжета Паришина, например. Но, в целом, я не вижу какой-то угрозы в виде Сэнд Кинга для Гирокоптера и Дизраптера. Нет, скорее, у Сэнд Кинга могут быть трудности. Всё-таки нюк уже на уровень 1, но у Гирокоптера слишком сильный. Это Рокет Браш. Пробивает сильно. Просто тебя может на пол-ХП пробить. О, курьер с ультимой был убит. Прикольно. Я как-то этот момент пропустил. Извините, зашёл в чат, посмотрю, что там пишете. Это был Рубик. Так, прикольно, прикольно. Курьер с фласточкой, с сентри. Это прям плохо, плохо. Это вообще не круто. Но, с другой стороны, я так смотрю на лайнапы, я пока не совсем понимаю, чего хотят IG Виталити. Внизу у Блаттикера трудно всё. То есть здесь постоянно будет Харас, Никс Ассасин будет копать, Никс Ассасин будет идти и тычковаться. Благо, это Блаттикер, а не какой-то там антимаг. Блаттикер хотя бы может за счёт Бладрейджа неплохо так себя восстанавливать. Да и Танго, у него есть два запуленных, два своих. Да, думаю, изначально, видимо, было и четыре. Но всё равно трудно. Всё равно, пока фармить не дают, Никс, опять же, подходит, не стесняется подденать крипочкой. И, в общем, правильно делает. На топе уже атака на Герокоптера. Шокуэйв от Сатиры. И ферст Блат делает команда IG Виталити. Да ещё идут дальше, слушайте, они убьют его. Они его убьют. Всё. Фарм замедления слишком сильное, и это минус два. Герокоптер телепорт. Отменять уже нет варианта, но и не отменять было слишком опасно. Получает подкоп. Сатиры пока без Шокуэйва. Шэдоу нужна помощь. Замедлили Шэдоу. Шэдоу пытается прятаться. Тангусиком пройдает себе проход и стики, но зарядов не очень много. Фласку нажимает Санкинг. Это очень грамотно. Иначе здесь мы могли бы на развороте в теории и Санкинга убить. Сатир всё ещё без мана. Хотя совсем скоро уже появится Шокуэйв и Чу-1. Да, это было опасно. Это было реально опасно. Опасно-опасно. Ну да, всё, ман нет. На самом деле можно уже нового крипа приручать, потому что этот не особо нужен. Здесь есть тролль. Но в принципе тоже не самый худший крип для фарминга. Вот он тролль. Сатир, понятное дело, всё. Исчезает. На центре, на центре докфайтс. Докфайтс. Он ждёт нового курьера. Если убить ещё одного курьера, это будет просто жёстко. Но, понятное дело, всё. Больше ошибок таких не будет. Рубика на линии не видно. И сейчас лезть с этим курьером не стоит. Да, там уже Аквила будет готова, кстати говоря. Нужно будет Миранию... А, всё. Окей, они дождались просто, пока курьер полетит. И дальше уже нет смысла ждать. Рубик его никак не сможет убить. Да, ещё тем более курьерами это и ускорение. Тут не по шансам. Ну, выходит Докфайтс. А на что он рассчитывает? Не, братан. Ну, видимо, он рассчитывал на то, что курьер не будет апнут. Там, типа, Дезраптора убили. Может быть, Никс не апнет. Ну, апнули. Апнули курьера. И Рубик просто потерял тут минуту времени в никуда. Докфайтс. Ведя Дезраптора. Здесь же и армия крипов Кентавр плюс тролль. Телекинез. Ну, всё. Тут не по шансам никак. Тут просто всё, что можно кидают. Даже без стана Кентавра обходится. А Шэдоу куда идёт? Шэдоу опасно. А, ну я понял. Почему Докфайтс закрывается в прутах? Он погибает. Окей. Руки бараш пошёл. Там слишком много юнитов. Зацепили Геррокоптера. Геррокоптер получает стана на 2 секунды. Попытается убить хотя бы Супера. Супер. Супер живёт. Настаётся на один удар. Его делала Дезраптор. Ну и Сан Кинг. Сан Кинг есть стики. Есть манга. Поэтому без проблем он от сюда должен уходить. Уходит Сан Шторм. Даже не под копом. В итоге, возможно, придётся подозвать манга. Нет. Это ещё и руна. Можно её подденать. Забирает, в итоге, ещё и рупик. Клёво. Сан Кинг под коп. На Тандра Страйке должен уходить. Шторосперид на центре. Атака была на Мирану. Появился Вортекс. Достаточно странно, что он появился уже так рано на уровень 5. Взял его себе мидер команды IG Vitality. Но нужен контроль. В общем, иногда это имеет под собой смысл. Взять Вортекс. В некоторых ситуациях. Закат решил, что это именно та ситуация. Начис Профит. 23 крипа. Мы видели, какой урон серьёзный. Неспроста он такой. Это фейсбутца. Дальше будет покупаться Оркит. Оркит здесь великолепен. Шторосперид будет вынужден покупать себе быстрый. Либо Юл, либо Блэкенбар. Мне, в принципе, нравится Юл. Прям хороший вариант против всех. Вот здесь вот. Ты реально выиграешь время. Ты прячешься от всего прокаста. Диффуза здесь никто покупать не должен. Ну, Мирана. Но это маловероятно, что Мирана себе купит что-то похожее. По типу Диффуза. Да, и против Юл. Знаете, прям такой вот контр-артефакт. Мы видим не так уж и часто. Есть Подкоп. Герокоптер. Работает Рокит Браш. Но там снова миллиард юнитов. Поэтому урон так не проходит, как хотелось бы. Глимсует назад Рубика. И атака пока неудачная. Начис Профит без телепортейшена. Поэтому прийти своей команде помочь не может. Это проблема. Зацепили Дезраптера. Его убили. Есть Подкоп на Сент Кинга. Но Рокит Браша не хватает снова. Замедление на Шэдоу. Тут три игрока идут. Сатир и Шок Вейв. Шок Вейв дается. Шок Вейв попадает. Герокоптер вынужден идти домой. И, конечно, по Крепстату это прямо очень сильно бьет. Герокоптер оба 17 на 4. Хотя у Блаттикера ненамного больше. У Блаттикера 23 на 3. Но все равно ему легче на линии стать. Понятное дело, его не убивают. Хотя бы как Герокоптера. Две смерти, два ассиста. Это прямо печально. На центре снова была атака от Саката. Сноу Вортекс так легко Мирану подхорашивает. Но Мирана Боттл нажимает активно и не парится. На топе идет Рубик. Получает. Рокит Браша вот раз. Весь урон заходит именно по одному юниту. Это самое главное. Сент Кинг дает подкоп. Пытается просто уйти. Но вот Супера не стоит отпускать. Глимс скоро появится. Но он лишь первый. Да. Супера все равно не зацепить. Был бы Глимс второй, он бы уже был бы трупом. Но что уж говорить. Глимс лишь первый. Попытка зафармить тролля. Тролль. Исчезает. Потому что Чен призывает. А, Чен видимо просто его подденайл. Да, как я понимаю. А может и нет. Я не последовал этот момент. Я думал, он кого-то приручил. Но точно нет. Значит, либо Крип упал. Либо его просто подденайли. Либо он на базе. Да. Вот еще один вариант есть, о котором я не подумал. Он просто на базе. Регенится в себя. Оп. Заметили Мирану с инвизом. Выходит Бладсикер. Немного не хватило. Не видно Мирану. То есть там еще пробили бы на 50 хп. И ее смогли бы увидеть. Мирана. Больно, больно, больно. Но и Слип. И Слип всегда можно уйти. Поэтому ждал до последнего. Игрок с ником Замена. И не делал лейп. Потому что иначе тогда уж точно бы ты никуда не убежал. С тобой пошли бы до конца. Телепорт, значит, профит-то с базы, да? Или нет? Да, да. С базу пополняется. Понятное дело. Мирана сейчас себя восполнит быстренько всю ману. Ну и что самое главное? Хп. Ну, тут парень пишет, как правильно. Вот это, знаете, постоянная война. Как правильно говорить? Оркит или орчат? Ну, друзья, наши англоязычные зрители вам могут точно рассказать. Вы можете транскрипцию в бит и услышать, как же этот артефакт звучит правильно. То есть... А то дело, как мы привыкли, а то дело, как правильно. Правильно все-таки оркит говорить. Ну, или окит вообще. То есть без буквы R. Но это уже, наверное, был слишком. А оркит вполне себе звучит. Вполне себе по-русски звучит. И очень приятно. Уху. И что самое главное? Правильно. На центре все-таки Мирану добивает. Шторм. Долго он этого ждал. Долго. Дождался. Смог прилететь, дать вортекс и сделать убийство. 4 тысячи перефарм за IG Виталити. Пока все идет по плану. Я думаю, мы уже можем переходить на общую ценность. И смотреть, что здесь творится. А творится тут просто хаос. Прям... Бизастер. И все в этом роде. Надо как-то исправлять ситуацию. Потому что мы видим, насколько член наглеет уже. Тут, значит, профит. Удар один. Удар... Да. Делается удар. Курьер падает. Выходит шэдоу. В шэдоу есть кулдаун. Надо его давать. Кулдаун пошел. Подкоп. Рукидбраш. Как же много урона тут без кулдауна. Боего убили в секунду. И на самом деле это очень сильно все меняет. Смотрите. Смотрите. Погибает сатир. Погибает курьер. Правда, на сатире, видимо, погибнет миран. Нет. Успевает уйти в невидимость детекшена. Здесь нет. Стрела по саката попадает. Но дальше. Дальше ничего нет. То есть... Убили игрока. Убили курьера. Убивает крипов. Это нереально буст. Что будет ли давать? А, либо нет. Тычка. Ай. Хватило. Хватило. Слушайте. Прям холодный расчет. Прям урон в урон. Нет английского каста. Нет английского каста, мой друг. Не сегодня. Только русский стрим. Скоро будет Никс Ассасина Вендетта. Дизраптер покупает книгу себе. Понятно, у него тут по уровню все намного хуже. Никс сейчас на линии возьмет себе уровень 6. Вот он. Идет к нему. Главное не получить сейчас рапчер. Телепорт есть? Телепорт нет. Слушайте, опасно. Карапасики нажал Никс. Блотсикер так нормально пробил. Но телепорт нужно носить с собой всегда. Это грубейшая ошибка, когда ты играешь без телепорта. Тут только файс. Ракет Браш получает. Смогли его просто поймать. На установке... Даже не на той установке. Бартинга. Он просто сюда пошел. Непонятно. Видимо, хотел за спину зайти. Помочь своему Блотсикеру сделать убийство. И уже счет становится 6-5. Уже там было близко к 5 тысяч. Сейчас лишь 3. И можно еще отыгрывать. Значит, профит на топе. Уже есть квотер став. В инвентаре. Точнее, в тайнике. Ну и скоро будет первый обливин встав. Ой-ой-ой. Как же тут может быть сильно. Фейсбутс. Надо фейсбу... А, вот так вот на развороте. Просто пошел бить. Есть эпицентр. Атака. Мирана дает старшторм. Просто стоит до конца. Надо сделать один удар. Он делается. Делают убийство. Все-таки здесь команда. Эклипс. Прилетает сюда еще и шторм спирит. Попытка убить дизраптора. Дизраптор падает. Ставится кинетик филд. В погоне за Никс Ассасином. Никс Ассасин без карапасов. Лишь подкоп. Но тут просто бесконечные дизейблы. Кентавар 1. Кентавар 2. И погибает и Никс Ассасин. Так все изначально круто было. Но вот по итогу как-то стало все не очень приятно. Не хватило здесь конечно усатого летчика. Который дал бы здесь и кулдаун. И флэккэнон. Ну главное конечно это кулдаун. Но у него не было телепорта. Был кулдаун. Там секунд 30 было. В момент драки. Ну и снова небольшое затишье. Снова перевес берут IG Vitality. Мы видим что Чен планирует покупать себе Медас. Ну в общем. Мы уже такое видели. По-моему от команды Secret. От Пупея. На Чене. Который тоже покупал себе Медас. Несмотря на то что там была стратегия. Даже через пуш. Там по-моему в команде был Начис Профит. Медас всегда на Чене хорош. Да на самом деле против Чена Медас хорош. Вот Медасов нет. Это плохо. Вот был бы здесь Медасик. Можно было бы эти крипов быстро есть. И как-то было бы покомфортнее. Ставится сентри. Есть Смоук. Докфайтс. Так вот выходит. Один на самом деле это был легчайший фраг. Но вот еще Сент Кинга видят. Рубик вообще легко. Пока Рапчер. Выходит Блотикер. Тут же выходит и супер. Полетел Шторм Спирид. Ставится кулдаун. Кулдаун. Стальтик Шторм. По троим. Просто идеальный прокаст. Есть уже минус один. Саката Тандер Страйк должен его добить. Его глинсует назад. Саката снова на всю ману пытается уйти. Уже минус три сделано. В размен на одну Мирану. Есть ракета в Сакату. Саката без Лоринга. Саката попытка заденается. Ракет бараш. И заденается. Не получается. Минус четыре. Трипл килл для Шэдоу. Вот тебе и все как меняется. Буквально за одну драку. Как же круто сработал Дизраптор вместе с Геррокоптером. Просто эта комбинация, она настолько элементарная. Настолько действенная. Пока нет блокенбаров. Невозможно как-то с ней бороться. Если ты получаешь кольцо. Все. Дальше извини. Это конец. Есть подкоп. Тавр забирает на Чиспрофит. Попытку бить Сенкинга. Сенкинг. Пока живет. Подходит сюда Сатир. Подходит сюда Кентавра. Есть Хандафгат. Идет дальше Шэдоу. До конца. Зацепили Бладсикер с помощью стрелы. Стрела очень долго будет висеть. Да, Бладсикер погибает. Только с телепорта. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот это уже проблема. Они сейчас просто все свое преимущество отдали за минуту. За одну минуту. Они отдали Тавр. Они отдали суммарно пять игроков. Бладсикера два раза. И преимущество было пять тысяч. Теперь лишь пятьсот единиц золота. Ну и быстренько. Эклипсы пойдут на Шрайн. Могут себя восстановить. Ну хотя... Да тут особо никому не надо. С другой стороны. Да, казалось бы. О, еще и Боттл можно пополнить. Да, вообще нет смысла использовать Шрайн. Ребята это поняли и говорят окей. Давайте оставим на лучшие времена. Появляется уже рецепт на Оркит. И остается купить только маску. То есть Оркит будет очень быстро. И с ним опять же можно будет делать убийство того же Шторма просто в секунды. Все. Он никуда не уходит. У него нет Юлы. У него нет Блэкинбара. Только Бладстоун. Но знаете ли... Бладстоун вроде как не помогает от Сайленса. Но Шторм решил все равно его рашить. А Оркит уже готов. Все. Ну что ж. С Саката я не знаю, друг. Что делать. Подкоп. Подкоп. Ой, Саката не успевает среагировать. Хотя можно было бы в принципе просто давать подкоп без Виндеты. Рисковал Десник, когда именно давал удар с Виндеты. И потом подкоп. Там была секунда. Секунда была, но Шторм просто не успел среагировать. И так Мидер делать не должен. Мидер должен реагировать. Моментальные такие действия. И все-таки если дает оппонент Виндету, А потом уже дает подкоп. Ты должен успевать уйти на Шторме. Все. Ведут Эклипсы. Немного, но ведут. Значит, профит топ-1 на Творс. Дальше Шэдоу Блэйд. На Рошана? Нет. Ребята, это ошибка может быть. Они его не убивают быстро, ведь. Никак. Ну, то есть они его будут бить еще секунд 20 хороших. То есть сюда сместиться легко можно. Оп. Минус крип. Не, это ошибка. А на что рассчитывали Айджи Виталити? Они не убивают Рошана быстро. Ну, посмотрите. Есть подкоп. Полетел Шторм сперед. Есть стрела. Залетает. Она Дезраптера его моментально убивает. Против ставится. И Рубик получает орки. Дальше продолжения нет. Есть Рапчер. Мирана пока не двигается. Глимсует назад. От Сокату. Это был байбэк. Сокату убивают. Ради байбэка при... В общем-то... Байбэк стоил того. Флайбай забирает регенерацию моментально. Его забивает Шэдоу. Полетела стрела. Попадает по дому Сатиру. Нормально так. Сатиров подпарвивал. Здесь игрок с ником замена. Прям вообще кайф. На стрелу получается сам гирокоптер. Тем не менее, есть глимс. Глимсует назад. Супер. А этот байбэк он прям решил. Красавчик. Жэй Диэш прям реально красавчик. Он рискнул. Он сделал байбэк сразу же. Не думая о последствиях. Там может быть не пойдет. А то Мирана еще попытает стрелу. Делает телепорт домой. Шикарно. Этот байбэк стоил 3 смерти Айджи Виталец. Это очень дорого. Дизраптор окупил этот байбэк полностью. Да плюс ко всему еще заходят эклипсы на Рошана. Они тоже его пинают долго. Хотя чуть быстрее за счет наличия профита. У которого реально много всего. Сэн Кинг. Есть блинг. Сэн Кинг. Есть эпицентр. Рошана бьет долго. Ой-ой-ой-ой. Как же вот эти вот Рошаны. Они всегда опасны. Это всегда рулетка. Эпицентр уже пошел. Врывается Сэн Кинг. Есть подкоп. Статик Шторм ставится. Но слишком поздно. Рошана нужно добить. Рошан падает. Айгиз забирает Геррокоптер. Не успел. Заката не успел. Но он делает убийство одно. Можно убить Геррокоптера. Выбить с него Айгиз. Геррокоптер до конца стоит. Айгиз выбивает. Погибает. Дизраптера покупается Никс Ассасин. Геррокоптер сейчас снова появится. Но что ему делать неясно. Дает кулдаун. Нажимает флэкэннон. Нажимает ракетный параж. Очень больно. Флэйбай ставится с пруты. Есть стрела. Можно убить Блотсикера. Блотсикер падает. Падает Рубник. Падает моментальный Чен. Ох, какое уже мясо началось. Эклипсы делают шикарные убийства. Геррокоптер при этом теряет лишь Айгиз. Но был снова байбэк. В этот раз от Никса Ассасина. Ну, на таких минутах, на самом деле, вот эти вот байбэки от саппортов, они настолько критичны. Да, они по золоту тебя очень сильно убивают. Но в целом эти байбэки, они стоят того. За счет этих байбэков возвращаются Эклипсы в драку. И побеждают. И лидируют уже по золоту 3000. То есть, все ради команды. Мирана все-таки покупает диффуза. Я вот так шутил, говорю, диффуза, да, ну. А Мирана реально покупает диффуза. Шторм до сих пор без Юла. И это плохой тайминг. Юла уже... Ой, Юла, прошу прощения. Бладстоун, конечно, уже должен быть. Но его все никак нет и нет. Это, конечно... Это плохо. Да, негодуют, негодуют англоязычные зрители, что нет трансляции. Но ничего. Русский язык не самый тяжелый язык в мире. Китайский тяжелее. Поэтому у вас есть шанс его выучить и слушать. Хотя, может быть, так и лучше. Вы не знаете. Знаете, это как... Как у нас многие говорят. Вот английские комментаторы лучше. Но даже не понимают, о чем они говорят. То же самое, знаете. Там русские комментаторы клевые. Ты ничего не понимаешь, но вроде они что-то говорят, что-то там кричат. Это и нормально. Потому что у нас так большинство людей считает. Конечно, есть люди, которые действительно знают английский. Им нравится больше там аналитика голоса и так далее. Но в целом, думаю, что вы прекрасно понимаете, что большинство вообще не понимают, о чем там происходит речь на английской трансляции. Просто им нравится, как звучит английский язык. И все. Потому что это звучит... Не так привычно. Оп, карабасики. Никс. Думал, Блаттикер где-то близко, но нет. Все равно выходит вот так вот. Никс. Глимсует назад. Докфайца подкопали. До свидули. Год лайк шэдоу. Шэдоу, шэдоу. Пока показывают... Крутую доту. Да и в целом, вся команда Эклипс прям... Играют намного собраннее. Играют как команда. IG Виталити не команда. То есть в игре. IG Виталити по одному. IG Виталити как в пабе. То есть каждый сам пытается выиграть игру. Вот Эклипсы прям вместе, пятером пытаются дожать оппонента. И, конечно, это сильнее. IG Виталити пока... Мало чего получается. Да, Саката понимает, что здесь надо уже фармить Блокенбар. Слишком много тут всего. Кроме Оркета, это и подкопы, это и статик штормы, это и стрелы, старт штормы, кулдауны, флаканы нет, Рокет Барашин. Короче, много, много нюков. Много нюков, много сайланса, много дизейблов, и нужно как-то с ними бороться. Есть Смоук. Вот сейчас IG Виталити Смоук проваливают, и что-то у них не получается. Тут все, это конец, потому что уже ситуация близко критическая. Никс Ассасин, видно, стрела полетела, попадает по Рубику 50 секунд, а Никс живет. Никса убить не смогли, пошел кулдаун. Рубик должен погибнуть. То есть есть пока хендов гад, Никс Ассасин вот таки как-то продали, просто ни за что. Рубик закрывается в прутах, дует орки. Миллиард просто юнитов эти инты. И посмотрите, полетел Штрон Спирит. Попытка моментально убить Гирокоптера. Гирокоптеру очень больно. Гирокоптер, тем не менее, живет. Он стоит под рапчером и просто бьет. Деняет сам себя Штрон Спирит. Гирокоптер наконец-таки погибает. Погибает, правда, и супер. Три в два в размен, и самый худший размен. Погибает Сен Кинг, остается лишь флайбай. Нужно закрыть его с прутами. Глимсует назад. Ставит Кенетик Фил, ставит с пруты, ставит стрелу. Ставят парня на место. Делают минус 4, делают минус 5, если бы точнее. Но Саката все-таки сделал суицид. Поэтому, наверное, его убийство учитывать не стоит. Он все-таки сам себя убил. Но Гирокоптера смогли добить. Гирокоптер нужна Линкен Сфера. Она будет вот-вот, совсем скоро. И с ней, конечно, уже так просто дать рапчер не получится. Мы видели, как долго пытались убить Никс Асасина. Сколько времени потребовалось для этого. Хотя, кажется, это Никс, который просто нажал Карапаса. И все, вы в пятером. Но ребята очень долго его пинали. Секунд 5, наверное. Убили, конечно, но таких героев они должны убивать за, не знаю, одну секунду. Тем более, ребят, как минимум... Ладно, сейчас я расскажу свой супер-рофл. Как минимум нужно учить русский ради того, чтобы смотреть стримы Папича в оригинале. То есть, кто-то читает Стивен Кинга в оригинале, а смотреть стримы Папича в оригинале, это также бесценно. Цените это. У нас это есть, ребят. А вот у углоязычных наших зрителей такого шанса нет. У них-то своего Папича нет, понимаете? Да, это жестко, но так оно и есть. Да, уже игра под контролем команды Эклипс. Я напомню еще раз, что если верить расписанию, то начало... Начало следующего БУ-3 аж в 9 вечера или что-то такое. То есть, ну, в 9... Господи, в 9 вечера. Ох! Не в 9 вечера, конечно. Конечно, не в 9. В 10 утра. Вот что я хотел сказать. В 10 утра, а сейчас без 28. То есть, 2 часа музыки... Ну... Конечно, перспектива интересная, но сомнительная весьма. Ну ладно, мы что-нибудь придумаем. Жаль, что нельзя какой-то интерактивчик замутить. Не знаю, мы пошли бы, не знаю, пабы поиграли бы вместе. Или там какие-то сделали бы лобби. Но по факту будет пауза обычная. Но я не говорю, что будет 2-0. Я не говорю, что будет 2-0, я говорю, что это вполне вероятно. Никса Сассина заметили на центре. Он же только здесь гулял. Только здесь была драка. Я думаю, он должен понимать, что... Здесь его раз заметили... Три минуты назад заметят и сейчас. Вард никуда не пропал. Гирокоптер Талант на 30 урона. Тут Мирана получает rapture. Пытаются уйти. Линкосферу не отдают. Нет, правда, у Мираны бедный телепорт. Он тут просто использует саму-лайт. Полетела стрела. Стрела мимо. Тем не менее, ставятся пруты. Глимсуют назад Бладсикера. Пошел кулдаун. Попытка убить Штранспириту Фуриона не получается. Фурион живет и ходит в Глимеркейп. И будет жить. Выкупается Бладсикер. Надо отсюда бежать. Рубик Фейтболт. Есть Монобер. Смогли все-таки наконец-таки убить Нечас Профита. Бладрайт пошел у Бладсикера. Гирокоптера зацепили. Гирокоптер бежать. Стрела залетает мимо. Ставится кинотекфил. Санкинг дает подкоп. Выходит и Докфайтс. Фейтболт закидывает. Гирокоптера на здоровье начинает бить. Говорит, без проблем, парни. Давайте воевать, как хотите. Глимсует назад. Санкингом поднимает все в Юл. Но толку от этого немного. Санкинг должен погибнуть. Санкинг погибает. Флайбай пытается убить Гирокоптера. Бесполезно. Идет просто Никс Ассасин вперед. Получает Моноберн от Рубика. Рубик с этим Моноберном, кстати, реально сжет. Тут есть кого Монобернить. Был Байбек. В целом могут Эклипсы переждать, уйти, дождаться появления Рошана. До него остается не так много времени. Скоро мы узнаем, когда он точно появится. Просто отойти назад, спешить особо и некуда, ребятам. Да что у меня, господи. Надо программу одну закрыть, которая скрина делает. Тут на топе атака, на Ночи с Профита. Вортекс, пару ударов. Окей, слушайте, а вот это уже, это уже очень круто. Вот два убийства сделают на Форионе, который имеет там первую Нетворкс. Это очень много денег. Шэдоу. Шэдоу опасно. Шэдоу опасно. Никс Верус били. Есть Рапчер. Подходит сюда Деникс Ассасин. Нужна помощь. Полетела стрела. Стрела мимо. Пошел кудаун все-таки от Герокоптера. Флайбаи зацепили. Флайбаи больно. Больно будет в Сан Кингу. Сан Кинг пока живет, но это вопрос времени. Рапчер скоро закончится и может быть и Шэдоу будет действовать по карте. Шэдоу он застрял что ли? Не может, нет, может двигаться. Все в порядке. Закрыли еще и Штарм Спирита. Успеет ли его убить? Мана очень мало. Остается Саката. Погибает. Нажимает Мирана в панике. Блокенбар. По-другому я назвать это не могу. И погибает еще и Сан Кинг по итогу от Никс Ассасина. 3 в 1 разменяли. Да, значит профита убили, но за это были наказаны. Это были наказаны очень серьезно. Так, у Чена полаганима есть. Это круто. Наверное. Не знаю на самом деле изменит ли это прям кардинально эту игру. Да, появится там дракончик. Появится там голем будет ходить. Это прикольно, конечно. Но по факту тут нужны коры с артефактами. Блодсикер с Блодмейл, Фейсбутс. Это как-то прям печальненько. Но вот Штарм Спирит с Блэкенбаром это будет шанс. Вот эту парню убить будет трудно. Это да. Тут вопросов ноль. Ой, Флайбай, здрасте. Здрасте, здрасте, мордасте. Старшторм. Флайбай. Погибает. Клодмейл вроде как-то работал. И даже немало урона получил Мирана и Никс. Но этого даже близко не хватило для того, чтобы как-то разменяться. Ох, тут, кстати, армия крипов такая серьезная. Вот эти два голема. Они могут очень сильно неносить урон. А если еще они распадутся на маленьких големов, так еще будут. Прям жесть. Оп. Значит, Profit Блэкенбар. Неожиданно совсем, да? Блэкенбар. Ой, это очень серьезно. Еще если Герыч купит, то все, это конец. А он купил, может быть, уже? Нет, он не купил. Он купил себе Хюрикен Пайк. Падает А2. В общем-то, у Клипс есть время. 30 секунд. Пока нет на карте Сикера. Глимсует назад Рубика. Рубик нажимает Карапаса, который недавно сворвал, но при этом получает оркит. Отсюда уже никуда не уйдет. Рубик погибает. Его не будет 45 секунд. Мирана уже имеет год. Лайк стрейк. 9-3-10. Когда появляется у Штрунспирита Блэкенбар. Ну что, будут ли драться без Блэксикера? Еще 8 секунд. В принципе, в теории, Эклипса могут забрать Т3 и просто уйти. Рошан-то уже появился. Пит-центра Сан Кинга. Сан Кинг. Врыв на Мирану. Полетел Штрунспирит. Миран успеет его бить. Мирана пока живет, делает липаут. Мирана используя Блэкенбар. Саката сделать убийство не сумел. Закрыли Сан Кинга. Сан Кинга попытка убить. Сан Кинг погибает. Саката тратит свой Блэкенбар. Но по факту никуда. Он, по сути, ничего не сделал. Нажимает Шрайн. Блэкенбара больше нет. Остаются и добивают Эклипса Барак. И теперь можно уходить. Рапчер на Шэдоу. Шэдоу телепорт и просто отсюда улетать. Шэдоу почему-то не летит. Он остается на месте стоять. Говорит, окей. Боем дальше. Полетела Стрела. Зацепили Блэкенбара. Блэкенбар по торкетам. Попытка отправить его домой. Успеет ли Блэкенбар уйти? Не успевает уйти. Отправляется домой. Но немножко другим вариантом. Более действенным для команды Эклипса. И падает центр у команды Айджи Виталити. Полный провал. Хорошая сравнение. Папечка к оливке. Кто-то любит, а кто-то ненавидит. Есть такая тема. Хотя бы сказал, что папечка скорее, знаете, как сыр с плесенью. Сначала противно, потом очень вкусно. Первый раз противно. Ну, не знаю. Хотя, наверное, неудачное сравнение. Хе, ладно. Такое. Так, где господин Форс? Я уже забыл, что у меня есть сокастер. Который просто решил не работать. Пошел спать. Ладно, черт с ним. Ракетка с пруты. Глимп, статик шторм. Говорят сенкингу привет. Поднимается в юл, получает диффуза. И погибает. Айгис для герокоптера. 15 тысяч перефарма за команду Эклипс. Но эту игру уже почти ничего не спасет. Проблема в коре. Блотикер, у него ничего нет. Он просто пустой. Он бесполезен. Юзлесс. Это главная проблема. Он ничего не нафармил. Если бы у Блотикера был Рэддианс, сейчас еще что-то сверху, Рэддианс и половина Блэкинбара. Тогда да. Рассчитывать на черт с Аганимом? Ну, в теории можно, конечно. Но, ребят, давайте оценивать серьезно ситуацию. Ничерс с Аганимом эту игру не спасает. Тут нужен Блотикер. С Аганимом и еще с Рэддиансом и с Блэкинбаром. Зацепили Блотикера. Тулдаун полетел просто вот так. Вот еще иначе профитил телепорт. Нажимает просто Блэкинбар. Есть форстап, спасает Блотикера. Уже под фонтаном пинают Рубика. Полетел Саката. Потом хотя бы бить Никсасасина. Никсасасин, Карапасы. Виндету. Нет, просто Глимеркей. Подкопаться от Кинга по двоим неплохо. Саката пытается хоть кого-то пробить, но у него просто элементарно не хватает урона. Никсасасин очень живучий. Там работает худ стики. Наконец-таки делают, ну, хотя бы убийство. На Никсасасина погибает и Шторм. Погибает Рубик. Погибает и Чен. Это минус 3. Это минус флайба. И прописывают IG Виталити. Гудгейм. 2-0. В пользу Эклипс. Для меня это сенсация. Для меня это неожиданно. Учитывая, что IG Виталити имеет, ну, достаточно много именитых игроков. А тут... А тут бац и 2-0. Просто 2-0. Это, конечно, очень странно. IG Виталити падают в лузера. Сейчас мы посмотрим сеточку, если быть точнее. Так, IG Виталити. IG Виталити. Да, не падают в лузера. Команда Эклипс проходит дальше. Сегодня мы за ними еще будем наблюдать. Они встретятся с командой и Хом, либо Инвиктус Гейминг. За этим матчем мы будем наблюдать, если верить расписанию через 2 часа и 10 минут. Но! Но! Если верить админам, которые пишут, что лобби уже есть, возможно, есть вариант, что игра начнется раньше. Я бы этого очень хотел, чтобы игра начнется раньше. Но я думаю, вы тоже. Сидеть 2 часа ждать, такая себе перспектива. Поэтому, возможно, нам повезет. Да, пишет 20 минут до старта, поэтому... Хмм... Ну хорошо, хорошо. Мы тогда пока включим музыку. Я включу музыку какую-нибудь клевую. И... Вернемся. Вернемся смотреть за Дотой, как только начнет следующий матч.